Участок есть, а коммуникации нет. По данным прокуратуры, во Владимирской области многодетным продолжают давать землю в чистом поле. Подключение электричества и организации дорожного подъезда многодетные семьи вынуждены добиваться с помощью надзорных органов. Решением госпитального городского суда по иску прокурора на администрацию города была возложена обязанность провести работы по строительству инженерной инфраструктуры до участка, предоставленного многодетной семье до октября 2019 года. Еще четыре таких административных иска были судом признаны законными опасностями. Такие истории заместитель ЗАГСобрания области Вячеслав Картухин назвал халатностью с далеко идущими последствиями и призвал муниципалитеты к ответственности, а сотрудников прокуратуры к жесткой реакции на подобные факты. Если предоставляют земельный участок на болоте многодетной семье, как вы думаете, это будет распространяться в социальных сетях и какое отношение будет к органам власти всех уровней? Это же вызывает массу негативных эмоций. Понимаете, мы должны осознать, почему это происходит. У нас что? Те, кто на местах работают, не понимают, где они земельный участок предоставляют. Мы что, вслепую это делаем, что ли? Претензии прокуратуры есть и к добыче полезных ископаемых. Владельцы карьеров, например, под видом рекультивации, начинают добывать полезные ископаемые уже за пределами разрешенных границ. В ходе проверки прокуратура нашла нарушения во всех сферах земельных отношений. Здесь связаны нарушения с их переводом и использованием, изъятием их из оборота, передачей другим собственникам, продажа. И, я думаю, что своевременное устранение нарушений. Если эти земли не используются по назначениям, то контролеры должны принимать меры для того, чтобы эти нарушения в свое время устранялись. Земли сельхозназначения, которые годами простаивают без дела, вообще головная боль региональной власти. Нередко они зарастают борщевиком, к тому же в пожароопасный период от заброшенных участков сплошные проблемы. Задача стоит не только увеличение этих земель в сельхозоборот, возвращение этих земель, но и, прежде всего, чтобы те, кто приобретает эту землю, собственники, чтобы они эту землю обрабатывали, ухаживали за ней. С точки зрения депутатов, наша задача, конечно, влиять на эти процессы. Ускорить решение вопросов земель сельхозназначения требуют и федеральные планы по развитию аграрного сектора. Перед регионом уже поставлена задача увеличить экспорт сельхозпродукции. Выкупать землю сельхозназначения у нерадивых собственников могла бы и область, и муниципалитеты. Но денег на это в нашем регионе почти нет. Да и фермерским хозяйствам, которые готовы развивать производство, она порой не по карману. Зачастую люди называют цену, нашим сельхозтоваропроизводителям называют 30 тысяч за гектар, 40-50, цифры такие. Но это сегодня не рыночная цена. Сегодня рыночная цена, даже по Юрию Польскому, это порядка 10-15 тысяч за гектар. Понятно, приходится работать с двух сторон. Не хотите продавать, как у нас сегодня по рынку, ну хорошо, будем работать с другой стороны. Будем муниципальный контроль включать. Кстати, уже в ближайшее время прокуратура намерена проконтролировать использование земель промышленного назначения во всех городах области. В ведомстве есть жалобы, что некоторые предприниматели вместо организации производства возводят на участках незаконные постройки. Насколько велик масштаб проблемы, покажет тотальная прокурорская проверка, которая стартует в начале следующего года. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.